здравствуйте друзья смотрите канал секира с вами ульф и йохан и сегодня мы расскажем вам о том как повлияла эпидемия на фестивале и что же происходит с былиным берегом каковы его перспективы каковы наши с вами перспективы сегодня у нас 7 июня россия вышла на плато в росте распространения вируса у нас действует запрет на проведение массовых мероприятий соответственно многие фестивали отменены многие перенесены сразу на 2021 год какие-то закрыты навсегда а какие-то планируют провестись в конце лета или осенью но в целом я думаю понятно о каком вирусе идет речь его оригинальное полное название мы произносить не будем потому что youtube этого не любит и видео ролики где звучит полное название вируса youtube минорит в рекомендациях выдачи и мы от этого можем пострадать поэтому мы будем пользоваться термином просто вирус я думаю всем понятно о чем идет речь давайте посмотрим несколько подробнее что сейчас происходит в фестивальной индустрии а затем поговорим о нашем любимом фестивале а были нам береги былиный берег былиный берег что же происходит с фестивалями в к фест традиционный летний фестиваль проводящийся социальной сетью вконтакте многие о нем я думаю слышали проходит обычно в парке 300-летия санкт-петербурга понятное дело в санкт-петербурге прошел в этом году онлайн что сами понимаете ну такое себе и не заслуживает особого обсуждения времена и эпохи то же самое фестиваль отменен и планируется проведение некоего онлайна если вы не знаете что такое времена и эпохи сообщая это ежегодный фестиваль который проходит в москве прямо в городе проводится 2011 года посвящен истории разных эпох и регионов разных времен разных эпох регионов времена и эпохи и регионы алые паруса это праздник выпускников санкт-петербургских школ проводится достаточно давно красочный интересный праздник отменем big gun фестиваль тяжелой музыки в основном хэви металл в россии не так много тяжелых фестивалей big gun должен был проводиться в третий раз первые два раза это было довольно мелкое мероприятие фестиваль собрал значительный лайнап и рассчитывал всерьез и по-настоящему выстрелить в этом году но не судьба фестиваль перенесен на 2021 год metal over russia тоже что из big gun фест планировался гораздо более тяжелым в основном экстремальные жанры металла и соответствующий лайнап блэком дэтом и т.д. фест должен был пройти впервые но не судьба опять же перенесен на 30 тысяч на 2021 год на будущий год перенесен добро fest рок-фестиваль с десятилетней историей проходит под иерославлем на аэродроме перенесен на 2021 год в этом фестивале мы сами несколько раз принимали участие но с ним нам почему-то каждый раз категорически не везло в 2010 году мы приехали в первый раз там поторговать и все такое прочее пожары дым дышать невозможно 40 градусов жара 2014 году приехали второй раз поторговать дождь рекорд температурный минимум там 8 градусов днем холод грязь мокрота опять короче оказались не очень довольны весело провели время такой вот фестиваль любим его больше не ездим дикая мята тоже рок-фестиваль ориентирован на поиск новых независимых исполнителей с налетом такого хиповского флера разумеется перенесен на 2021 парк лайф и гик пикник что за фестивали рассказывать не будем кто не знает можно легко глянуть в яндексе но поверьте нам тоже крупные и тоже перенесены на 2021 год гик пикник собрался проводиться онлайн мы все прекрасно понимаем что это будет не очень интересные трансляции которые никак не могут заменить живого выступления ну да онлайн-трансляции на наш взгляд никак не могут подарить человеку опыт присутствия на живом фестивале под открытым небом это несопоставимые вещи смысл онлайн-фестиваль невозможен согласимся epic кон и starcon это крупные фестивали гик культуры и косплея epic он сначала перенесся на июль а теперь и на сентябрь пройдет ли он сентябре пока неизвестно про starcon информации просто не нашли видимо он даже не анонсировался на этот год обычно starcon проводится в июне наверное решили сразу готовиться 2021 году и возможно уже нарезают оливье готовится встречать 2021 а шо им делать-то остается что же происходит за границей а то же самое но даже в большем масштабе олимпиада перенесена евровидение перенесено тоже на 21 год вакен open air вакен самый большой в мире фестиваль тяжелой музыки выглядит примерно так собирает толпы металлистов гремит металл льется пиво все прекрасно перенесен на 2021 год гластонбурри фест гластонбурри фест фестиваль бэрри 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 может не все наши сограждане знают об этом мероприятии но это один из самых старых и самых больших рок-фестивалей западной европы проходит с 1970 года в великобритании собирает по 200 тысяч человек продав за первые часы 135 тысяч билетов объявил о переносе на 2021 год произошло это всего лишь за три месяца до проведения фестиваля или даже аж за три месяца до проведения фестиваля некоторые фестивали объявляют о переносе вообще там за неделю вот как в случае с дикой мятой ну а не позже нет это по моему с доброфестом было бёрнинг мэн бёрнинг ман американский фестиваль проводится в пустыне позиционируется как фестиваль искусств по сути является эдаким карнавалом на максималках там все бесплатно там все в кайф и наверное даже не надо умирать мечта хипоэрей всего мира билеты распродаются за два часа бернинг ман бернинг ман какой-то один из основных принципов на фесте нельзя ничего продавать только дарить действуют целые бесплатные бары организованные самими участниками на свои деньги они там угощают всех желающих отменен из-за пандемии октобер fest государство образующий фестиваль в центре европы вокруг этого мероприятия выросла страна германия отменен и еще одна новость к нам залетела minecraft fest должен был пройти в сша в сентябре перенесен на неопределенный срок кто же у нас держится из фестивалей в первую очередь нашествие своей позиции она нашумела и даже прославилась в очередной раз всю россию нашествие я думаю представлять никому не надо все прекрасно себя понимают что это за фестиваль фестиваль русского рока классического это один из самых больших фестивалей вообще в россии вот такой вот фестиваль все его знают на данный момент организаторы заявили о том что вообще не рассматривают вариант о переносе фестиваля и собираются проводить его в заявленные даты что получится посмотрим тамань с 6 по 9 августа краснодарский край и эти ребята пока держатся собираются проводиться в заявленные даты альфа future people это фестиваль электронной музыки под нижним новгородом тут самая странная история фестиваль не анонсировал ни одного артиста и совершенно молчит по поводу приведения насколько мы знаем даже билеты не поступили в предпродажу и сообщений об отмене или переносе нет вообще насколько я знаю фестиваль планирует проводиться в августе но последнее сообщение от организаторов датируется 14 марта они там что-то говорят о том что скоро запустят продажу билетов и анонсы но этого так и не случилось так что не знаю наверное фестиваль с одной стороны держится с другой стороны непонятно что с ним очень темная история комик-кон и игромир проходят вместе фактически это одно мероприятие комик-кон россия крупнейший в россии гиг-фест все как обычно косплееры развала гиг сувенирки с бэтменами и датпулами с алиэкспресса разумеется и все такое прочее игромир игромир крупнейшая выставка индустрии компьютерных игр в россии вроде все понятно с концепцией мероприятия игры фестиваль планируется к проведению как и всегда в начале октября ну до них еще далеко наверно поэтому и не парятся ну да я думаю у них есть время которые они могут сидеть и надеяться руссборг руссборг это самый большой регулярный исторический фестиваль реконструкции раннего средневековья в россии и окрестностях этот фестиваль мы очень любим и посещаем с 2006 года проводится традиционно на вторые майские но в этом году перенесен на третьи выходные августа надеемся что фестиваль пройдет в эти даты и готовимся к ним готовимся серьезно как всегда а если фестиваль будет перенесен на осень то мы и осенью приедем а если надо будет то и зимой руссборг руссборг это наша руссборг это моя жизнь что же с былиным берегом ну давайте поговорим о самом главном в этом году мы пригласили на фестиваль а то в ее аркона сваргу коливала сколот толь ньот ель грай алконос ранее у нас выступали мельница нейромонах феофан и многие другие мы надеемся провести фестиваль в наши традиционные даты 24 25 26 июля мы всегда проходим в последние выходные июля данный момент мы ведем подготовку идет прием заявок от реконструкторов от музыкантов и продажи билетов мы даже решили отменить плановое подорожание билетов билеты продолжают продаваться по старым весенним ценам ну каковы же перспективы былиного берега если ограничения на проведение массовых мероприятий продолжить действовать в июле нам придется переносить фестиваль если ограничения будут сняты 15 июня то фестиваль будет проведен 24 26 июля как запланировано даже если до 15 июня будет принят только план выхода из режима ограничений но предусматривающий разрешение проведения массовых мероприятий в конце июля то у нас все равно есть шанс провестись как мы задумали в те даты в которые мы задумали в целом нам нужен минимум месяц с получения разрешения до проведения фестиваля чтобы подготовиться и выполнить эту часть работы по подготовке которую нельзя выполнить сейчас что мы будем делать если ограничения не снимут былиный берег может быть перенесен на август или сентябрь но тогда фестиваль будет проведен с упрощенной программы зато у меня есть идея чтобы билеты на фестиваль с упрощенной программы стоили существенно дешевле причем тут есть даже одна интересная мысль сейчас вот расскажу чуть подробнее внучку внимание сейчас сосредоточьтесь слушайте все кто уже купил билеты на бб смогут посетить былиный берег 2020 бесплатно их билеты сохранят действия на бб 2021 но только при условии что эти билеты будут сохранены 2021 год и не будут сданы как это реализовать технически мы подумаем я думаю что мы сможем это сделать ничего сложного здесь нет точно и еще раз скажу эта схема действует будет возможно будет действовать тогда если основной фестиваль по основному плану будет отменен тогда мы проведем вот этот вот не скажу маленький он вполне может оказаться большим былиный берег упрощенной программы в самом же худшем варианте нам придется перенести фестиваль сразу на 21 год но на самом деле этот вариант не самый худший почему потому что недооценивать угрозу я считаю нельзя и здоровье наших гостей и участников для нас безусловно вообще здоровье наших сограждан безусловно на первом месте и рисковать проводить фестиваль имея вот эту вот угрозу эпидемии мы никак не хотим это не вопрос того что мы там хотим заработать какие-то миллионы или не хотим нет здоровье важно кто-то скажет что да нет никакой эпидемии да еще что не хочу спорить не хочу никого ничего доказывать я считаю что угроза есть и недооценивать ее нельзя вот если лучшим вариантом будет перенос мы выберем перенос потому что угроза еще раз скажу здоровье на мой взгляд есть и сохранение здоровья сограждан для нас это самое первое вообще прерогатива случае переноса на 21 год даты фестиваля будут прежние как всегда последние выходные июля 23 24 25 июля 2021 года место проведения разумеется будет прежнее это кстати в любом случае даже если фестиваль пройдет в 2020 году 2021 году он будет в конце июля как всегда и будет на том же самом месте место я думаю что все его и так знают это россия русь наша матушка верская область тиморский район ваш любимый полуостров на берегу реки в волге близ деревне топорок в любом случае все кто захочет могут сдать купленные билеты в любой момент хоть сегодня мы всегда спокойно возвращали деньги если люди хотели сдать билеты никаких уважительных причин мы для этого никогда не требовали так или иначе мы надеемся на проведение фестиваля но безусловно ни при каких обстоятельствах не хотим подвергать угрозе здоровье людей ждем новостей о снятии режима ограничений и 15 20 июня мы объявим о нашем принятом решении что меня поражает на данный момент практически нет сданных билетов наши люди надеются вместе с нами хорошо если у вас есть возможность не сдавать билеты то ну это прекрасно это очень сильно поможет нашему фестивалю даже в случае переноса на 2021 год будем благодарны вам за такую поддержку если есть возможность не сдавать билеты просим их не сдавать если есть необходимость сдать билеты безусловно сдавайте мы без проблем вернем деньги я думаю что все кто сдавали билеты на былинку раньше знают что никаких проблем у нас с этим никогда не возникало берем да и возвращаем деньги никаких проблем это что касается былинного берега ну что ж давайте поговорим о том какие перспективы вообще сейчас у фестивального бизнеса и индустрии событийного туризма сейчас есть такая тенденция как проведение фестивалей онлайн трансляции там разных концертов выступления артистов но лично мое мнение что это такое себе то есть сколько я видел там всегда мало просмотров и особо народ этим не интересуется народ особо люди этим не интересуются туда на мой взгляд люди не особо то эти онлайн и смотрят как бы кому они нужны для чего что это уму сердце дает не тебе палаток не те костров да не общение знакомств дружбы и всего такого прочего что есть на фестивалях просто нет даже толком не поплясать не подсылаться конца нету нету вот этой жизни да и ну поэтому этот онлайн и не пользуется популярностью вот действительно посмотреть все онлайн и какие уже прошли у них очень низкие просмотры если онлайн-концерт еще как-то онлайн-фестиваль по моему это невозможно но как я считаю что будет в целом то с этой нашей индустрии мы как организаторы блинного берега имеем к ней непосредственные отношения конечно наша единственная как вы знаете деятельность мы занимаемся магазином секира да вот это наша работа то основная я думаю что ничего плохого с индустрией не будет да в этом году абсолютно большинство мероприятий проведено не будет и может быть даже вообще никакие фестивали до 2021 года не состоятся концерты все это мимо пойдет и что можно сказать какие-то организаторы и проекты закроются возможно навсегда мне кажется в первую очередь те у которых довольно слабый ресурс их как материальной так и идеологической идейной конструкции то есть такие фестивали и организаторы я думаю покинут это поле деятельности но свято место пусто не бывает и не более чем за два года я считаю фестивальное движение фестивальная фестивальная индустрия полностью восстановится никакого такого что мы не будем жить по-прежнему после этой эпидемии нет мне кажется это полная ерунда через два года ну максимум три фестивалей будет даже больше чем было раньше плюс есть даже для тех участников рынка которые останутся некоторое позитивное зерно во-первых рынок зачистится от конкурентов чуть-чуть да во вторых люди устали сидеть дома и еще больше устанут без хорошего отдыха а как мы знаем и граница закрыта да и в большем количестве пойдет на фестивале плюс существует такой понятие как отложенный спрос да соответственно люди не поехавшие сейчас накопят еще больше желания поехать на какой-нибудь фестиваль в будущем и многие предпочтут либо внутренний туризм до границы закрыты либо поездку на какие-то фестивали и в следующем году можно ожидать прироста посещаемости фестивалей это все что я хотел сказать по этому вопросу мы завели страницу на бусти ту где вы можете поддержать наш начинающий канал средства пойдут на оборудование которое мы взяли в рассрочку чтобы делать качественный визуал и звук и на развитие программы былинного берега кстати уже появились первые поддержавшие вот они горячо благодарим всех кто пишет комментарии под нашими видео это очень серьезно нам помогает потому что способствует ютубу при помощи своих алгоритмов продвинуть наш канал рекомендуем посмотреть наш ролик про древнерусские шлемы или шикарнейший фильм про былинный берег берегите себя и своих близких благодарим за внимание смотрите наше следующее видео видео